привет всем меня зовут сергей и я сегодня хочу вам рассказать о таких вещах как полезные софты и расположение иерархии папок вы наверно сами знаете как бывает трудно работать с множеством файлами например когда вы работаете на большим проектом и файлы у вас там где угодно валяются и потом трудно найти вот и я сегодня расскажу как этого избежать чтобы например через несколько некоторое время например через год что вы легко потом находили файлы и быстро поняли что где находится и а для начала я вам расскажу о такой полезной программе как total commander наверное вы уже пользовались и и уже как бы пользуетесь и весьма успешно но я хотел бы для новичка для новичков показать его привет преимущество чем просто вот так открывать там кликать так находить свои рабочие файлы вот я установил себе total commander 8.52 а но рекомендую нет не эту программа версию установить потому что она какая-то более наворочная что постоянно тормозит что-то не очень нравится короче надо было мне поставить наверно поставлю потом 8.01 вот такая версия была у меня дом вот так устанавливается она очень просто и там особо каких-то каких-то крэков не надо она может даже вот так как демо версия работать сколько угодно вот вот но можете потом купить если вам программа понравилась поддержать разработчиками все такое просто тут надо нажать цифру который указывает если хотите продолжить работу вот так когда вы установили программа total commander надо сначала настроить настройки как я вот такие конфигурации настройка вот поставьте галочка как у меня показано например если у вас есть различие обычно бывает что тут отключена вот дальше содержимое панелей показывать скрытые файлы я показываю иногда какие-то например вирусы там или чем такое бывает лежит стоит скрывается я его просто через тотал команда беру и удаляю например можете показать системные файлы но этого можно не делать принципе не просто будет вам мешать так показывать также корневой каталог сортировать каталог когда я установил он было так то есть сортировка каталог то есть папки будут сортироваться вот так почему не сортируется непонятно сейчас и вот так сортивка всегда по имени тут надо поставить всегда по имени потому что папки они всегда у вас будут наверху то есть а чтобы не потеряться там держи эта папка была чтоб сразу папки всегда наверху и они всегда по имени содержимое всегда по имени вот здесь особо никаких таких вот шрифты можете поменять на какой-либо шрифт и так далее так например я покажу какой нибудь чем биликс поставлю применить не очень красиво но давайте вернем применить так размер слишком большой давайте десятка поставим применить окей хорошо шрифт основного окна наверное вот эти шрифты меняет диалоговых окон как когда вот вот эти окна появляются когда например когда переименовывать или копируете шрифты вот этих окон наверно скорее всего мы этого не будем делать идем дальше цвета вот цвета нужно здесь немножко остановиться тут можно поменять цвета файлов именно каких-то файлов например jpeg если вы основном работаете там с фотографиями там на какую-то какой-то формат вы можете взять и например сделать другого цвета например чтобы быстрее находить давайте посмотрим как это делается текст это основной текст вот этот например красный делаем применить вот видите красный все давайте вернем фон ну вот эти фоны я немножко их отличил чтобы было чуть-чуть полосатую а не как один там слой чтобы видеть вот когда создавалась вот эти а их атрибуты короче всякие выделение все такое так еще вот здесь можно здесь мы потом еще раз остановимся так идем дальше табуляции не трогаем ничего вкладки папок тоже пока нет ничего не трогаем языки можете поставить какой-либо другой язык можете скачать и так далее русский у меня стоит основная основные операции нет вот это не рекомендую этого использовать так обычно при установке бывает что так стоит то есть вы не можете не сможете нажать правой кнопкой мыши то есть вызвать с вот это окно потому что на правой кнопку стоит выделение бывает когда устанавливаете первый раз давайте поменяем это вот надо сюда ставить основные операции левой кнопкой мыши вот тогда все нормально будет выделять только файлы да только файлы и каталоги ну вот здесь да только файлы здесь я покажу эту функцию правка просмотр операции с файлами нет ничего не трогаем ничего не трогаем ничего не трогаем эскизы нет пока ничего не трогаем так вот это тоже разное тут настраиваются горячие клавиши разных функций да мы здесь тоже остановимся вот давайте нажмем ok и хочу показать горячие клавиши самых необходимых функций которые я использую в Total Commander например Ctrl T новая вкладка вот они новые вкладки то есть папки открытые вы можете закрывать их два раза нажав на них либо правой кнопкой мыши закрыть вкладку то есть Ctrl V или открыть то есть сюда можете нажать два раза появляется копия этой папки то есть выделенной папки вот в конце так горячая клавиша чтобы открыть новую вкладку Ctrl T я сюда написал вот вот так дальше идем а активация просмотра эскизов так Ctrl Q по умолчанию вроде не стоит на активации просмотров давайте по умолчанию стоит Ctrl Shift F1 да я просто поменял горячую клавишу такrift быстренько вот и вот эти функции горячие клавиши которые нужно настроить давайте настроим я укажу которые какие нужно настроить копировать и вроде все вот эти 3 основные команды которые надо настроить так давайте настроим такие x вот конфигурации настройка разное первое это который нажимаем галочку здесь стоим и находим q you ok тут находим команду активация просмотра эскизов вот вы можете написать тут поиск сделать активация эскиз с 20 просмотра окей нажимаете обязательно надо нажать на вот эту зеленую галочку тогда применяется горячая клавиша на эту функцию все нажимаем ok так давайте еще остальные сделаем который аль все находимся вот и находим функцию например как называется копировать путь файл копировать буфер именно с путями да вот вот эту в команду находим то есть копировать первого вать тут их много на самом деле поэтому не надо тут ошибаться вот и копировать буфер именно с путями именно с путями на окей нажимаете ok и тут зеленую галочку так следующая команда копировать название файл который shift и я использую си тоже и копировать копировать буфер имена файлов не с путями а именно файлов буфер просто нажимаем галочку и все окей как это работает давайте посмотрим нажимаем это лакию показывается вот такие эскизы которые у обратно когда возвращается к просто файлам иконочкам вот чтобы так что я хотел а а можно кстати вот так вот подвинуть чтобы котел так чтобы иногда бывает что вот так стоят и размеры с расширениями как бы смешивается и это неудобно бывает не можно вот так немножко сдвинуть вот следующее о чем я хотел бы поговорить это функция подождите-ка я не сказал остальных который альте копировать путь который альте давайте выбираем один файл например вот это например я хочу работать именно с этим файлом решил да и я копирую а который альте открывая фотошоп и открыл открываю и я не буду искать там заходить мой компьютер находите тупым по папку и так далее я просто сюда ставлю и нажимаю к троллей и все нажимаю открыть все сразу открывается вот такими функциями как бы нужно владеть потому что это ускорять вашу работу вот и к тролл шифт си копируете меня название файлов например вот вы можете выбрать несколько файлов например который вы хотите я хочу ну например там несколько разных файлов например вот и выделяете все на публике несколько нажимаете вот который шрифти больше все открываем новый текстовый редактор и ставим сюда к троллей это очень бывает нужно когда вы хотите скопировать название многих файлов которые у вас есть и куда-то хотите скопировать например форм или куда-нибудь еще вот следующая тролл м групповой и групповое переименование файлов переименование файлов вот например у меня есть много 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 файлов я я хочу их переименовать всех на или несколько вот именно вот эти да я нажимаю к тролл м вот вот эта функция к тролл м или вот здесь вот а выделение где-то было вот групповое переименование до которого м вот так давайте я быстро расскажу n это просто старая вот показывает и новое как будет так можно переименовать вот так вот искину типа файл вот так файл и можете поставить счетчик 1 2 3 пошло поехало вы может также сделать чтобы цифр было 2 вот 0 1 там и так далее или 3 вообще если у вас очень много например кадров рендеринга там и так далее больше тысячи там то можете больше сделать например 4 так далее шаг можете увеличить например начать с двух и так далее и каждый ваша ну типа такого окей а также можно сделать диапазон то есть имя диапазон то есть надо будет удалить вот это и диапазон то есть диапазон это указываете откуда докуда оставить название в имени например я не хочу таял да я хочу просто опп и цифры просто нажимаю вот окей и вот все если я нажму выполнить файлы вот так и будет называться вот все вы также можете упорядочить и по по другому подать и так далее по местоположению по местоположению получается по размеру и подать окей счетчик тоже можете поставить вот так новый счетчик и цифра 2 и нужно нажать на выполнить и все нажимаем окей и вот файлы переименовались вот 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 такие вот есть хорошие функции в total commander и дальше идем выделение по имени так выделение по имени так мы переименовали и есть такая функция еще выделить только по каким-то символом в названии например делаем так я хочу выделить файлы только с номерацией то есть символами нижняя черточка и 1 например нажимаем нажимаем вот нам плюс то есть циферблате справа плюс появляется окно вот точку убираем и нажимаем так то есть вот эти звездочки и они нужны то есть в то есть любое любой символ которые символы которые будут стоять не важно главное чтобы вот этот знак был и сзади любое расширение ну или символы любые нажимаем окей и вот выделяем да вот вот так же можно сделать так еще раз делаем и тут сохраняется а истории ваших настроек для выделения нажимаем окей еще раз и посмотрим новую функцию как исключение из выделения например я хочу избавиться от выделения например так вот лп лп 2 да например нажимаем минус циферблате справа вот минус появляется окно лп лп и 2 и вот так нет нет неправильно я сделал подождите ка так давайте плюс и минус знаете выделение лп 2 лп 2 лп 2 или а да нажимаем окей вот все выдели выделение снято с этих с этих файлов в котором было это значение вот лп 2 окей понятно да идемте дальше вот это очень полезная функция показать показать все файлы в папке так то есть например у меня есть вот папка папка с вещами для фотошопа да я хочу показать все файлы которые находятся внутри вот этот папки и в под папках нажимаю control b можно любое куда угодно нажать просто нажать control b показывать все файлы внутри всех подпапок и так далее вы можете нажать на любой из них да выделить например а именно я этот файл хочу посмотреть например вот так эскиз открыли а вот этот файл я хочу взять где он находится понять например и еще раз нажать control b все показ показ всех подпапок отключается быстро перемещаетесь в ту подпапку где в где лежит данный файл вот хорошо надеюсь понятно идемте дальше функция поиска так поднимаемся наверх например вот здесь а медиа например нет давайте вот здесь например я хочу сделать поиск альт который нет просто который ф7 я хочу найти например файлы только например звездочка только fbx фбx так и нажимаем начать поиск поиск пошел и нашло найдено 56 файлов и каталогов то есть таких каталогов нет поэтому увеличиваем можно нажать перейти файлы на панель показывает все файлы с путями вы можете скопировать полностью даже можете скопировать или даже выделить вот так вот и нажать на ctrl-shift-c и вот так вставить а нет не ctrl-shift-c а ctrl-alt-c копирует файлы с путями вот так вот вы можете потом как-то быстро скопировать и отправить кому-либо да а не копируя там вручную и так далее так дальше чтобы вернуться назад либо нажимаете backspace быстрый доступ к папкам хотел бы рассказать есть такая функция control-d она по умолчанию control-d обычно тут ничего нет я просто быстро сам себе сделал быстрые папки которые я часто захожу это desktop downloads превью в максимуме вот я типа быстрее находить вот этот файл и обрабатывать его например в авторе вот вы тоже так же можете сделать для этого нужно а она зайти в любую папку которую вы хотите например 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 давайте я вот этот docs хочу сделать чтобы она была у меня здесь да быстро заходить для этого открываем папку нажимаем control-d и добавить текущий каталог вот docs например docs давайте как-то что более понятнее было например а например envato да envato окей вот теперь когда я закрыл нажимаем сюда и control-d и все быстро переходит вот вы можете так же настроить или исключить текущий каталог настройка здесь вы можете сделать подменю например my folders да сюда загрузить вот несколько папок которые вы хотите чтобы они не сразу были доступны а где-то вот здесь да окей вот такие вот настройки а я хочу удалить они ну вот так вот такой вот расклад не особо не нужен вот так вот все быстрый доступ вам понятен наверное а десктоп я часто захожу поэтому десктоп вот я даже заблокировал заблокировал папку вот это это делается так заблокировать вкладку а а так так идемте дальше я хотел бы еще такие такие от таких возможностях рассказать что например если вы часто используете какие-то либо программки да чтоб они чтоб не здесь не лежали или находить здесь там и так далее вы можете поставить быстрый доступ сюда то есть как я сделал например вот блокнот есть ну diamond tools и OBS и файл зила я часто загружаю файлы в сервер поэтому вот сюда поставил вот для этого нужно вот так вот сделать заходим программки которые вам нужны например я хочу давайте я удалю отсюда удалить файл зила да s-диск в программ файл с mozilla нет файл зила где он у меня файл зила ты где а вот файл зила ftp-клиент берем экзешник который запускает программу берем просто бросаем сюда все если хотите удалить удаляете все больше ничего не надо хорошо это понятно окей расширение а вот я хотел бы еще такую фичу показать в программе для например если вы хотите как-то выделить какие-то расширения например psd которые отличаются от простых jpeg например они же содержат в себе больше информации там то есть слои и так далее чтобы не путать с jpeg и так далее можно сделать так конфигурации настройки так где они настройки так что у меня почему не работает так давайте закроем еще раз настройки у меня в другом окне мне кажется открывается x так давайте настройки а я сохранил неправильно извините так так настройки разные а не хотя нет цвета цвета вот вот эта кнопка определить цвета для типа файлов вот я сделал psd я например покажу пример например для файлов макс файл да я часто работаю с макс файлами точка нет для этого надо вот так сделать звездочка точка макс окей и например темно-красный нажимаю окей и окей тут нету макс файлов заходим папку где есть макс файлы так где у меня был вот в этом проекте у меня в основном макс файл видите вот макс файлы макс файлы все красные вот вот так можно выделить какие то вот определенные файлы для удобства работы и для выделения быстрой вот чтобы не путать хорошо так настройки давайте я верну я конечно могу так чтобы изменить цвет надо нажать вот так же и еще раз нажать окей я хочу обесцветить чуть-чуть и так делать окей окей вот так хорошо нормально все надеюсь насчет этого понятно а вроде насчет total commander я все объяснил надеюсь стало понятно что вот эту программу надо использовать она очень полезна и пригодится для ваших работ надеюсь урок вам понравился пишите комментарии если есть какие то упущения или вы можете что то добавить пишите я всегда буду рад и пообщаться просто так даже окей а я хотел бы чтобы вы конечно подписались и так далее если не подписались ну все надеюсь урок понравился всем пока всем пока всем пока